Здарова ребята, сегодня поговорим про расстановку иконок на айфоне. Я давно вам обещал это видео и наконец-то я собрался и расскажу все, что я знаю по этой теме вам. Меня зовут Алик Чехкиев, вы на канале Overtake Lab, погнали! Существует куча разных методов, как вы можете расставить свои иконки на своем спрингборде, или то есть на домашнем экране айфона. Мы сейчас их все обсудим, я покажу как это делается, а в конце расскажу одну интересную фишку, с помощью которой вы сможете расставлять иконки на своем айфоне абсолютно в произвольном порядке. То есть вы сможете сделать пробел сверху, снизу, и в общем-то то, что вы видели на той самой превьюшке, это будет в конце. Для начала о том, как можно расставлять иконки. Первый способ и довольно логичный, это расставлять иконки по темам, то есть делать отдельные листы по темам, либо же составлять отдельные папки по темам. Например, у меня было так. Например, раньше на первый экран я расставлял системные приложения от Apple, туда, которые мне нужны, не нужны, просто они у меня лежали на первом экране. На втором экране у меня были соцсети, мессенджеры и так далее, даже что-то типа YouTube было, хотя YouTube тоже можно считать социальной сетью. А на третьем рабочем столе папки по темам, такие как игры, время, финансы и так далее. Вы, в принципе, можете также делать не папки отдельные для таких тем, как игры, и, например, сделать для игр отдельный рабочий стол. Это также возможно сделать и будет смотреться достаточно классно. Главное, это будет удобно. Вы будете знать, где у вас все игры находятся. Это конкретная папка, либо же конкретный рабочий стол. Второй вариант, как можно расставить иконки. Я видел у некоторых своих друзей, что они делают именно так, но это достаточно хардкорно. Вы можете посвящать отдельные рабочие столы конкретному цвету. Например, вот очень популярный цвет в приложениях на iOS. Это зеленый, это WhatsApp, звонок и так далее. Вы можете посвятить ему отдельный рабочий стол, потом синим приложением, таким как Facebook, Telegram. И также вариаций, как это можно сделать, их очень много. Вы можете посвящать как отдельный рабочий стол конкретному цвету, так и можете расставлять их в порядке градиента. Это абсолютно не важно. Вы можете создавать отдельные папки под конкретный цвет и, допустим, называть эту папку отдельным эмоджи с тем же цветом. Это также будет смотреться интересно и красиво. И это не то чтобы удобно, это просто красиво. Но, например, если вы расставите все эти иконки, и у вас будет просто красивый рабочий стол, вам не обязательно знать, где у вас иконки. Я, например, у меня все вообще, у меня полная мусорка на рабочих столах, все лежит абсолютно в каком-то хаотичном порядке, и свои приложения я ищу через поиск Spotlight. Это достаточно удобно, но неудобно в том плане, если я хочу удалить какую-то иконку. Я не знаю, где она лежит, но так я, в принципе, быстро набираю и быстро открываю приложения, которые мне нужны. Мне не нужно запоминать их расположение. Третий способ достаточно эффективный, не то чтобы очень красивый, но очень практичный. На первый рабочий стол нужно расставить все свои нужные приложения, которые вы чаще всего используете, и чтобы оно было у вас под рукой. Также расставьте все нужные приложения в нижнюю панель, а на следующем экране по папкам, например, по категориям, также по темам типа финансы, игры, социальной сети и так далее, разложите остальные приложения, которыми вы редко пользуетесь. Если эти редко пользованные приложения вам когда-нибудь понадобятся, вы также сможете их найти легко по категориям и по папкам, которым вы разложили, либо же через тот же поиск Spotlight, который я постоянно использую и рекомендую вам всем использовать. Это достаточно быстро, удобно и не нужно ничего запоминать и долго париться над расставлением иконок. Особенно не забывайте, и я думаю, что многие этого не знают, где-то еще с iOS 10 Apple добавили возможность удаления системных приложений. Да, не всех приложений типа камеры вы никогда не сможете удалить, потому что как-то камеру нужно будет использовать на телефоне, но, например, такие предложения, как контакты, подкасты, которые изначально идут на вашем телефоне, вы их можете спокойно удалить, и если они вам снова нужны будут, вы сможете их скачать из App Store. Итак, теперь то, что я вам обещал. Рассказываю, как можно расставить иконки абсолютно в произвольном порядке, например, одну иконку прям по центру экрана или оставить вообще пустой рабочий стол. Для этого нам нужен будет сайт Makeover. Он выглядит вот так вот, ссылочка будет в описании, в принципе, вам ничего гуглить не нужно будет, и на этом сайте, в принципе, подробно расписано все, что вам нужно делать. Это сделать скриншот нашего рабочего стола, потом создать иконки, которые будут как бы подменой, то есть мы не просто очистим рабочий стол, у нас будут подменены такие прозрачные иконки, они будут не совсем прозрачные, они будут в виде наших обоев. Далее можем вообще как угодно расставлять наши иконки. Короче, очень сложно объяснять, как это делать, я лучше покажу. Здесь нам говорят о том, что обои на нашем рабочем столе обязательно должны быть включены без перспективы. Перспективы, когда в зависимости от движения гироскопа у вас идет движение обоев, отключите эту штуку в настройках, для этого нам нужно будет зайти в настройки, обои. И вот когда мы здесь выбираем обои, снизу кнопочка перспективы, она может быть как в кл, так и в выкл. Нам нужно именно выкл, чтобы ничего не двигалось, и обои также подредактируйте немного, чтобы они обязательно были на бэкграунде ровно. Итак, жмем ОК, чтобы мы с этим всем ознакомились. И нам нужно сделать скриншот наших обоев. Как мы это делаем? Мы идем на рабочий стол, далее приближаемся к последнему спрингборду, нажимаем любое приложение, чтобы открыть менюшку редактирования порядка приложений, и открываем рабочий стол, который у нас совсем сбоку, и на нем нет никаких приложений. Делаем далее скриншот его. Зачем я, кстати, тычу телефоном в камеру, когда вам и так все показывается? И этот скриншот мы сохраняем, и идем в Safari. Нажимаем Upload, добавляем нашу обоину, и у нас открылась наша обоина с разделением по иконкам. Также вас может перекидывать иногда предложение на какие-то сторонние сайты или приложения в App Store. Не пугайтесь, это реклама, так сайт монетизируется, это никакой не скам. И все, у нас все открылось, и мы можем кликнуть на любую иконку, где нам нужно заметить. Например, в левый верхний угол я хочу поставить пустой пробел, я зажимаю сюда. У меня открывается, так сказать, нужная ссылка на этом сайте, и ничего делать дальше не надо на своем сайте. Мы жмем на кнопочку снизу, это такой вот квадратик со стрелочкой, то есть кнопка поделиться, и жмем вот на такой вот раздел на экран домой. Здесь ничего не вписываем, просто жмем добавить. Все, вот эта кнопочка у нас добавилась, мы ее... Так, нет, 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 нам папочка не нужна. Мы ее... Очень сложно это делается. Мы ее ставим в этот угол, и все, как вы видите, перспектива отключена, поэтому когда я двигаю телефоном, ничего не происходит, и при этом здесь у нас пустое место. Я могу сделать также следующую иконку пустой. У нас опять вылетает реклама, меня пытаются засунуть в какое-то приложение в App Store, и жмем добавить. Сейчас должно все сработать. На экран домой. И опять же, ничего вписывать не нужно. Все, у нас добавилась эта иконка. Мы ее переносим также в левый верхний угол, только немножечко правее. Ну как ты мне надоел, зачем ты папки создаешь? И все, здесь у нас опять же пустой экран. Таким образом можно создать полностью пустой пробел сверху, пустой пробел снизу, хотя пустой пробел снизу не надо создавать, его и так можно создать, просто не добавляя туда иконки. И таким образом можно красиво расставить, например, два ряда иконок по центру, или один ряд иконок по центру, или вообще одну иконку по центру, и это будет смотреться достаточно красиво, стильно, и особенно это удивит ваших друзей, которые посмотрят на ваш рабочий стол. По-другому, к сожалению, это никак не сделать, потому что Apple вообще не дает никаких возможностей кастомизации вашего рабочего стола, и только вот такими, вроде бы колхозными методами, но в любом случае это выглядит все равно классно. Итак, ребята, давайте интерактив. Если у вас есть интересные идеи организации вашего рабочего стола, то кидайте его в предложку нашего паблика. Мы их обязательно опубликуем такой большой подборкой, и это будет, по-моему, интересно, и может вдохновить других ребят как-то по-другому преобразить свой рабочий стол. На этом, в принципе, все. Пишите в комментариях, знаете ли вы какие-то еще способы организации рабочего стола. Меня зовут Алик Чахкиев, вы были на канале Овертайклаб, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok